В эфире телеканала РБК Уфа вечерний выпуск новостей. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане торговые центры откроют не раньше 1 июня. До этого времени работу продолжат только расположенные в них продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и прочие точки, чья деятельность не была приостановлена. Об этом заявил на оперативном штабе по коронавирусу глава республики Радий Хабиров. По его мнению, на первом этапе постепенного смягчения режима самоизоляции следует возобновить работу промышленных предприятий и организаций розничной торговли. Открыть двери они смогут при условии соблюдения всех установленных правил по нераспространению коронавируса и наличие отдельного входа. Конкретные меры по смягчению режима самоизоляции правительство региона представит 12 мая. Я прошу мне представить предложение, каким образом мы все-таки смягчаем режим изоляции. Каким образом мы смягчаем наши так называемые комендантские часы в отношении молодежи и пожилых людей. Вы помните, мы их устанавливали, довольно жесткие ограничения. Я полагаю, что в этой связи мы можем уже запускать, соответственно, при соблюдении определенных условий, все это должно обликаться определенными условиями. Наши парки, скверы, набережные и так далее и тому подобное. Кроме того, в правительстве сегодня прошел брифинг, который посвящен празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этом году парад военной техники из-за ситуации с коронавирусом, по предварительным данным, перенесли на сентябрь. Поэтому ключевым мероприятием 9 мая в Башкортостане станет церемония встречи звезды Героя России генерал-майора Минигалишей Муратова. Торжественная передача медали «Золотая звезда» состоится в аэропорту Уфы. Оттуда награду в сопровождении военной техники 29-й бригады Росгвардии доставят в Национальный музей республики. В период прохождения колонны запланирован пролет пилотажной группы над рекой Белой. Все мероприятия, посвященные 75-летней годовщине победы, пройдут в режиме онлайн без участия множества людей. В Башкортостане у одного из вахтовиков, который прибыл с Чаидинского месторождения Якутии, подтвержден коронавирус. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации главы региона Ренат Баширов. Четыре человека, которые были с ним в контакте, изолированы и проходят медицинское обследование. С признаками ОРВИ также госпитализировано еще 8 вахтовиков. У рабочих взяли анализы на коронавирус. Результаты будут известны в ближайшие дни. Всего за четыре дня в Башкортостан прибыло 777 рабочих из Якутии. Это жители региона, которые проходят самоизоляцию в обсерваторах в Гафурийском и Обзелиловском районах. Сегодня в Уфу прибудут еще 295 рабочих с месторождения. Места их пребывания, обсервации уже определены. Транспортное обслуживание готово и питание и так далее. Все идет по графику. Главы районов подключены. Роспотребнадзор каждому прибывшему выдает постановление, которое написано о 14-дневной самоизоляции на территории обсерватора. Дальше они будут смотреть по обстоятельствам. Всего до 12 мая в Башкортостан должны прибыть 1800 жителей республики, работающих вахтовым методом. При этом в настоящий момент людей с подтвержденным COVID-19 оставляют в полевом госпитале в Якутии. Глава региона Ради Хабиров отметил, что этих людей нельзя оставлять на произвол судьбы. Вахтовиков с положительным результатом следует вернуть на родину и лечить в республиканских больницах. Для их возвращения необходимо разрешение Роспотребнадзора. В Башкортостане начали заготавливать плазму для лечения пациентов с вирусом COVID-19. Ее переливание – эффективная альтернатива вакцинации. Первым донором уже стал излечившийся от коронавирусной болезни жителей республики. Переболевший организм человека вырабатывает антитела, которые борются с инфекцией. Плазма берется спустя месяц после выздоровления. Именно в этот период формируется их наибольший процент. Донорами становятся пациенты, которые перенесли болезнь в легкой или средней форме. Республиканская станция переливания крови совместно с Башкирским медуниверситетом уже начали работу по созданию базы данных доноров COVID-19. На сегодняшний день больше 250 человек выписаны из стационаров, и они наши потенциальные доноры. Конечно же, не будут донорами дети, не будут люди старше 60 лет, больные люди. Но половина обычно дают согласие, и вот в ближайшие дни мы еще возьмем довольно-таки много плазмы. Башкортостан стал заготавливать плазму одним из первых среди регионов России, помимо республики, подобную практику ввели в Москве и Екатеринбурге. Чтобы стать донором, нужно связаться с республиканской станцией переливания крови. Также на базе клиники БГМУ установлен мобильный передвижной заготовительный комплекс крови. Защитные маски готовы поставлять в регионы России 16 предприятий из пяти моногородов Башкортостана. Компании вошли в перечень фонда развития моногородов и внешэкономбанка для помощи с обеспечением жителей масками. По данным региональных властей, предприниматели Белебея, Белорецка, Благовещенска, Кумертау и Нефтекамска производят 18 тысяч средств индивидуальной защиты в сутки. Больше всего таких компаний в Благовещенске 7. А в Нефтекамске два предприятия «Метро» и «Камея» в совокупности за день отшивают около 9 тысяч масок. Ранее региональные власти анонсировали предоставление льготных займов под 1% производителям продукции для защиты и противодействия COVID-19. Заявки рассматриваются в ускоренном порядке. Льготный заем получатели смогут использовать для приобретения оборудования, пополнения оборотных средств, для закупки сырья и материалов, а также готовой зарубежной продукции. И на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите РБК Уфа и оставайтесь дома.